здравствуйте дорогие слушатели зрители мамы папы бабушки дедушки в эфире родительский час его ведущая ангелина потеряйка это канал родители москвы и передача о нашем образовании и о нашем будущем образование начинается в школе с букваря и мы с вами продолжаем цикл передачи про правильные буквари про букварь советский мы поговорили в прошлый раз и сегодня тоже продолжим но не про букварь регулярный не про букварь общий а про специфические какие мы сегодня с вами узнаем у нас гостях алексей новицкий алексей здравствуйте здравствуйте вы нам принесли подарок подарок для наших зрителей подарок для наших мам пап бабушек и дедушек редкие издания ну я про них расскажу хорошо давайте начнем с того что напомним нашим зрителям то что в этом году мы отмечаем 90 лет первого стабильно первого стабильного букваря под нами поговорили да мы с вами поговорили в прошлый раз про буквари которые использовались на территории всего бывшего советского союза это начиная с семнадцатого года и закончили с вами восемьдесят четвертом но у нас союз состоял из союзных республик из национальных республик соответственно в каждой республике обязательно изучался и русский язык и изучался родной язык этой республики а еще и раз фср напоминаю состоит до сих пор россия состоит из многих национальностей из многих краев областей где свой язык и буквари поэтому для этого языка тоже должны быть и были изначально вот сегодня мы с вами на эту тему еще раз здравствуйте значит надо понимать что закон олег безе который был принят советском союзе 1000 в сфср тогда в 1919 году давал всем народом страны право на образование и более того обязанность обязанность образовать мы с вами знаем что семилетка была бесплатной в зависимости от этапа развития советского союза и более старшие классы и даже вузы были бесплатно это отдельный разговор мы его тоже обязательно коснемся но так вот в чем состояла сложность ликвидации безграмотности на территории бывшей российской империи российской и советской федеративной социалистической республике и позже союза советских социалистических онлайн вы совершенно правильно сказали о том что национальности очень много проблема состояла помимо всего прочего что некоторые национальности имели свой язык но не имели своей письменности и создавая пример Например, казахскую автономную советскую социалистическую республику для документа оборота на казахском языке надо было создать письменность казахской АССР. А, кстати, вы знаете, каким образом была создана казахская СССР в середине 20-х годов? Нет. Почему вы так выделяете? Можно назвать казахская. Казахская она стала в 1936 году уже СССР, когда она стала союзной республикой. Казахская СССР была создана на территории РСФСР переименованием из Киргизской СССР. Так, вы меня запутали сейчас. Была Киргизская СССР, потом создали Казахскую СССР, вместо нее переименовали, вот и все. А Киргизская ушла, то есть ее не стало. Потом опять появилась. Это очень долгая история. Это очень интересная история. Так вот, но если мы говорим о том, что большие народы имеют свой язык, имеют свою письменность, и создание букваря упирается как минимум во то, что надо создать прежде всего методику обучения. Надо нарисовать, надо написать. Но, например, для одних народностей, где много, это 15-20 тысяч экземпляров. А теперь представьте себе, какая задача стояла для обучения ненецкому языку. Например, Корякскому. Когда каждый год в школу, в первый класс, в этой народности шло 150-200 человек. Вы представляете объем вложений на подготовку букваря? А тираж у него должен быть ежегодный. 150-200 экземпляров. И несмотря на те колоссальные затраты, мы с вами прекрасно понимаем, что если мы берем, ну, например, букварь, вот этот, мы к нему коснемся, это же для грузинской школы, у него, значит, цена 5 рублей 50 копеек 49-го года, значит, 55 копеек советских после 61-го года. А букварь советский, вот синий, который мы прожжали с вами, смотрели, он стоил 36 копеек, потом была инфляция, получился 43 копеек. Это, ну, для понимания, это три буханки хлеба, вот, в чем самых обычных в магазине. Так и букварь для ненецких и для корякских школ тоже стоил 45 копеек. Как вы понимаете, в эти деньги, когда у вас миллионный тираж, мы уложиться можем. А это просто полностью датировалось. И мы, наверное, этого, конечно, не ценили. Не наверное, а точно. Потому что, что тебя подождемим и не храним, потеряем, что плачем. Я уверена, что если бы эта ситуация случилась при капиталистическом способе хозяйствования, мы бы потеряли все эти языки и не смогли бы, в принципе, сохранить национальные языки и письменные... Но я думаю, что мы их и потеряем, если мы сейчас не одумаемся. Мы их и теряем. Да, если мы не одумаемся, то мы и потеряем. Но вот я честно вам скажу, я видел буквари разные. Дело в том, что ведь у каждого народа ведь еще свой лексикон должен быть. То есть, это должен быть его уклад объяснен. Потому что люди должны понимать, о чем они читают. Очень сложно объяснить жителю севера Ямала-Ненецкого, например, автономного округа в 20-е годы, как и зачем вообще, в принципе, нужен трактор. А зачем нужен богор для забоя китов? Да, или лодка. Это все вполне понятно. То есть, тут была колоссальная задача, которая была попутно с коллективизацией, попутно с индустриализацией, была решена советским государством. И, как мы с вами знаем, по-моему, к 44-му году, к 43-му, у нас практически не осталось неграмотных. По всем. Далее. Значит, каждая из советских республик должна была получить, помимо собственного букваря, букварь для обучения русскому языку. Причем во многих советских республиках, я вот не знаю, во всех ли, были два вида школ. Это так называемые русские школы и национальные школы. Ну, как, кстати, у нас в Москве, у нас были же школы, где со второго класса изучали английский язык. А были где с пятого класса? Это совершенно разные школы. Да, и разные учебники. То же самое и здесь. Например, были школы, и, кстати, эти же школы были и в национальных республиках. Вот в Татарии, в Башкирии я точно знаю, были школы. Татарские, башкирские. Я не знаю про некоторые другие, но я был в советских республиках во многих. Был в Армении. В Белоруссии нам проще немножко. Да, но участвовать в Армении. Все говорили, что это учится в русской школе или в армянской школе. Это достаточно долгий период времени был, но для... В нескольких месяцев и мог понять, забраться уже с чем-то. Но русский был обязательный. Русский был обязателен, но в одной школе образование ввели на русском языке. То есть, и поэтому букварь был один. А в другой школе русский, например, изучали изучать со второго класса. И букварь был другой. То есть, в чем, опять же, национальный язык изучался. И то же самое, если вы национальный язык изучали как родной. Один букварь, да. А если как иностранный, то другой. И это огромная была совокупность, так скажем, работы, которые надо было ведь выполнить. Это же вот так вот не появляется же, вы понимаете? Вот, значит, соответственно, я вот вам принёс и покажу. Сейчас букварь 1953 года. Это эстонский букварь. Для... По русскому языку. Значит, значит... Это для начальной школы. Это для начальной школы. Да, он сделан немножко по-другому. Я вот могу показать, наверное, иллюстративный ряд. Цветные иллюстрации вынесены отдельно, в отличие от того букваря, который мы с вами видели, который где цвет идёт по тексту. То здесь мы видим, что отдельно идут цветные иллюстрации для лексики. А вот здесь вот мы видим уже буковки и слова, которые чёрно-белые, штриховые. Но здесь вот вы обратите внимание, вот этот, видимо, букварь, это букварь для эстонской школы. Почему? Потому что мы видим наверху текст на эстонском языке и обучение... Идёт тоже на эстонском, да. А обучение идёт на эстонском, и ещё очень важный момент. Методика обучения русскому языку или родному языку строилась уже после войны по методу звукобуквенному. То есть, а как неродному языку, как второму, шёл от слова. То есть, вот здесь была картинка, вот буковка «Т» – торт. И целиком. И целиком. Да, конечно, здесь есть достаточно смешные вещи для русского языка. Вот Жанна и Жоржетта мыли раму, в отличие от... Мама мыла раму, да. Мама мыла раму. Но это особенность национального букваря. Но ведь обратите внимание, вот это издание, сейчас вам скажу, это издание 1953 года. Это у нас издание, оно утверждено Министерством просвещения Эстонской СССР. По-моему, это шестое издание, вот если мне память не изменяет, это шестое издание, и тираж у него 25 тысяч экземпляров. Всего лишь. Да, но, извините, Эстония самая маленькая по населению, Республика Советского Союза. Кстати, я вот в руках держал осетинский словарь, да, для осетинских школ, букварь, извините, оговорился. Там тираж 10 тысяч. То есть, это сопоставимое... Сопоставимое, да. Но, тем не менее, одно дело 10 тысяч, а другое дело, когда у вас 150 детей в школу идёт. Кстати, вы знаете, я вот что обращу внимание. Интересный момент вам приведу, что здесь лексика достаточно сложная. Для начальной школы? Для начальной школы. А почему так делали? Вы знаете, а Советский Союз, видимо, ставил задачу, чтобы люди тянулись. Вот мне как-то попался учебник по немецкому языку для лостарбайтеров. Мало того, что он был выпущен в начале 41-го года, то есть, он был выпущен для тех советских граждан, русскоязычных, давайте так скажем, поскольку для русских, которые планировались на работу в Третьем рейхе. И так вот, там лексика проще, чем в этом букваре. Ну, там, видимо, преследовалась цель, чтобы люди, которые приехали работать, понимали какие-то определённые команды, определённые слова бытовые, и этого достаточно. Три класса образования, как они говорили, умение расписаться. А здесь букварь учит себя где-то домысливать, где-то фантазировать. Такому же мы, опять же, с вами прекрасно понимаем, что если, например, на Украине или в Беларуси основным языком общения всё-таки был русский, то в Прибалтике, я совершенно точно могу сказать, я был в Латвии, Латвийской речи очень много было на улицах, а в Армении и в Грузии, так там, ну, они обращались ко мне, видя мою внешность по-русски, да, но основной речь была это армянская. Основная речь это была армянская. Вот, кстати, мы с вами возвращаемся сейчас к закавказским. Я вам хотела рассказать одну историю, которая случилась со мной в одной Прибалтийской республике, а именно в Литве в 11-м году. При путешествии велосипедном из Паланги в Швинтое я заблудилась и заехала на военную базу. И на военной базе меня встретил юноша с автоматом. Поездная база НАТО? Ну, я не очень сильно разбиралась, честно говоря. Там, ну, сопочки, эти сопочки, дюны. Не рассмотрела, какой флаг. Поняла уже, когда к ограждению подъехала, мне вышел на встречу юноша в обмундировании. Я начала с ним говорить по-русски, потому что, в принципе, в Вильнюсе я до этого была, там все говорили со мной по-русски, там не было совершенно никаких проблем. И он мне показывает, что он меня не понимает, но зато он прекрасно изъяснялся на английском языке. Я тоже с ним прекрасно изъяснилась на английском языке. Он мне показал, куда ехать, я ничего не поняла. Вывернула обратно на основное шоссе, и тут я встречаю еще двух мужчин на велосипеде. И я к ним опять на чистом русском. Ну, я же привыкла, да, что все разговаривают, спрашиваю, как мне на пляж Винтое проехать. И один из них на таком же, совершенно чистом русском, безо всякого вот этого вот акцента, который изображается везде и всюду, мне рассказывает, как проехать. И мы с ним дальше едем на одном уровне. И вот тот, кто меня объяснял, говорит своему другу тоже по-русски, так как мне, говорит, представляешь, я уже лет 20 по-русски не разговариваю. А все помнят. А все помнят, и никакого акцента я не почувствовала. Ну, может быть, что-то легкое, но я не почувствовала вот этого нарочитого, показательного прибалтийского акцента. Это Винтое, это маленький поселок, это местные жители. Ну, вы понимаете, что Жимайте, как, собственно, Литвы же как таковой в этих границах не было, это была Жимайте. Жимайте такая была территория, которая тому, кому она принадлежала, составляла только головную боль. И ее старались, пусть вот это монета, которую пытались разменять, но все-таки от себя. Кстати, насчет русского языка и литовского существует такая версия, что когда Литва в 1918 году получила независимость, они, соответственно, запросили у русского наркома документы, которые касаются Великого княжества Литовского. И комиссия, которая этим занималась, там же эти же документы касаются вопросов, которые нас касаются и России. И в России больше, да. И тогда было принято решение, говорят злые языки, что то, что написано на литовском языке, будет передано в Литве, а то, что на славянском, на русском языке будет остановлено в России. Ну и ничего, короче говоря, на литовском языке найдено не было. Как и статут Великого княжества Литовска, который в башне Гидзиминаса, он бы написан на русском, на старом... На русском языке. На самом деле на старом белорусском. Ну, на славянском. Да, на том языке, из которого вышло. Но теперь поэтому его там не показывают. Вернемся грузинскому. Итак, вот, например, перед нами это госсдат грузинской из СССР. Каждая республика сама издавала. То есть, был институт, так скажем, русского языка. И был институт, который занимался преподаванием русского языка в той или иной республике. При этом я сразу еще отмечу ситуацию, что, естественно, это все соотносилось с институтом русского языка в Москве. И были совершенно замечательные малотиражные издания, которые издавали фольклорные. Злые языки, опять же, говорят, что за фольклорные материалы так много платили, что многие исследователи фольклора сами и писали. Вот так и были написаны очень многие документы, которые, считаю, выдаются за исторические данности. И мы так, а вы представляете себе, кто-то заказывает, а вот нам бы тоже найти хронику Древнего Рима. Да запросто. Да запросто. А сейчас найдем, да? Вы знаете, да, в каком месте нашли исходник Ильиады и Одиссеи? Нет, в каком. Во Франции? Во Франции. Шевалье Сент-Хомар пишется так же, как Гомер. Латинскими буквами. Но я не читаю. Это пространение конспирологии. Так вот, вот вы посмотрите. Вот это правильный учебник. Если мы откроем первую страничку, здесь есть такое понятие лексические уроки, да? То есть, нас учили, чтобы человек объяснял, что он видит на этом картинке. Это, кстати, экземпляр, как вы видите, списанный из ленинской библиотеки. В библиотеке вижу, да. Причем из библиотеки Миниленина. Дело в том, что сейчас они проводят ревизию и избавляются от такого вот балласта. Ну так вот, мы с вами смотрим, например, грузинский букварь 1949 года. Это год 70-летия Иосифа Сырёновича Сталина. И вот с чего начинается Родина. Мы открываем часть первую. А мы с вами прекрасно знаем, что Родина начинается с картинки в букваре. Поэтому мы должны детям показать правильные картинки. Не то, что в нынешнем букваре, да, когда трудящийся человек находится за седской рабицей, и лицо у него чёрное. Да. Да, и жена его ругает, как за лузера и так далее. Первая сигнальная система сначала была картинка, мы сначала видели. А потом только научились говорить. Это уже вторая система, сигнальная система. Итак, на первой картинке мы видим класс, шкаф, парту, парты Рисмана. Обратим внимание. Доска. И мы видим портрет товарища Ленина и портрет товарища Сталина. То есть, картинка, которую ты открыл в своём букваре. Первая, это картинка с нашего социалистического строя. И картинка, которая учит нас трудиться, работать. Учиться. И учиться. Да, вот мы, пожалуйста, видим здесь картинка чёрно-белая. Но тем не менее, всем понятно, что это знамя с серпом и молотом. Вот наш солдат. Текст на грузинском языке. Но владелец букваря это всё прекрасно поймёт, потому что это язык его родной. В этом букваре тоже соблюдены национальные особенности? Вы знаете, я... Или он такой более российский? Ну, вы знаете, это всё делал институт русского языка как грузинский. То есть, естественно, они учитывали свою специфику. Но я не могу вам сказать, что... Да, иллюстративный ряд, он такой, что здесь я вижу грузин. Я видел картинки, которые рисовали грузинские художники. Был замечательный дядя Стёпа, примерно вот с таким вот носом. Секрасно. Ну, это особенности. Как бы грузинское искусство и художественное, оно немножко отличается, мы же это понимаем. Мы видели и грузинские мультфильмы, и всё такое. Так вот, принцип лучшей картинки, запускающей первую сигнальную систему в нужном направлении. Точнее, чтобы первая сигнальная система назвала нужный отклик, потому что сигнал-отклик идёт. Сигнал-отклик. Она также реализована в тех букварях, которые использовались для национальных школ на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Национальных школ, в которых изучали русский язык. Которых изучали русский язык. И в середине 60-х годов появилось замечательное пособие, которое называлось «Русский язык картинки», где именно по картинкам, вот это я покажу вам первый и второй класс, а вот это я вам покажу третий и четвёртый класс. То есть, это для четырёхлетней начальной школы. Ну, мы с вами прикрыли. Кстати, я обращу внимание, что в середине 80-х они были переизданы, и вот издание «Середина 80-х русский язык картинках» вы легко найдёте в сети. То есть, букварей не было для... Нет, были букварей, но они предпочитали использовать вот этот, на основе этих книжек. То есть, я знаю людей моего поколения, которые утились в национальных школах, и они вот эту книгу считали своим букварей. Понятно. Да. Вот вы посмотрите на эти прекрасные иллюстрации, а теперь откройте, товарищи родители, те буквари, которые у ваших детей сейчас, и просто сравните, как кровавый режим заботился о прекрасном чувстве. Вкусом. Удавлял. Да. Удавлял. Да. Вот, пожалуйста, вот вы увидите те же самые картинки и буквы. Принцип этих букварей точно так же построен от слова. То есть, считается, что... Первая буква слова, да. Да, что человек уже знает... Язык. Да, и теперь мы просто учимся. Учимся его. И вон, замечательная ёлка. Представляете, посмотрите, какая... Вот и сочельник весёлая ёлка будет сегодня у серого волка. Да. С игрушками. С игрушками. Всё как надо, понимаете? Букварь здорового человека называется. Так вот, и всё, ещё раз я повторю, что каждая народность, каждая национальность в Советском Союзе, в этой тюрьме народов, хотя, в принципе, если мы по такому принципу подходим, то мы тогда должны Европу назвать кладбищем народов. Потому что вот мы смотрели с вами эстонский букварь. От какого? Это эсты были. А где эсты эти? Нету больше эстов. Эстония есть, а эстов нету. Вот. Так что Европа – это кладбище народов. Так вот, кстати, мы тоже, если не одумаемся, очень многих этих народностей потеряем. Ну так вот, обратите внимание, что каждая народность, каждая национальность имела свой букварь, разработанный на тех же принципах, главный из которого всё лучшее детям, вне зависимости от численности, никакого ущемления ценового не было, что 50 копеек стоил один букварь, что 50, хоть у него полтора миллиона тираж, хоть тысячи экземпляров делали его на 5 лет, как для ненецких и для прочих школ. Вот, в двух словах, что я хотел бы сказать по этой теме. Да, эта тема, конечно, такая очень обширная, очень интересно поддержать было бы в букваре других, для других языков, для других народностей. Просто, насколько я понимаю, нет их в обращении или вам просто не попадались, да? Ну, вы знаете, во-первых, их сложно найти, потому что их меньшие тиражи, да, они что, да, уходили. Целая проблема найти в хорошем состоянии, в приемлемом виде невырезанной букварь, которая для нашего... Ну да, да. Ну, я знаю людей, которые создают музей букваря, и я знаю человека, у которого несколько тысяч различных букварей изданных в Советском Совете. Я не знаю, как будет дальше развиваться образование наше, если мы не будем вмешиваться в этот процесс. Скорее всего, будут уже электронные букварьи, всякие разнообразные, миллион всяких вариантов, с индивидуальным подходом. Вы знаете, извините. Да, вот я просто хотела узнать ваше мнение. Если вот действительно мы пойдем по такому пути, это электронный букварь, который ориентирован на каждого ученика, то есть у каждого ученика своя программа обучения по этому электронному букварю. Что мы в итоге получим? Вы знаете, вот я за те годы, которые я проработал в школе, могу сделать вывод следующий, что да, индивидуальный подход нужен каждому человеку, но есть базовые вещи. В Советском Союзе по уму, наверное, было сделано правильно. То есть семилетка была для всех одинаковая. А дальше ты мог идти по своей специальности, по тому, к чему душа лежит. Причем, естественно, государство регулировало несколько, исходя из цели полагания. Потребности, конечно. Да, из своих цели полаганий. То есть плюшек было больше там для определенных специальностей. Я это сам прекрасно помню, когда я поступал в нас тут нужны были специалисты по обработке металлом. Люди уже не хотели идти в начале 80-х на обработку металла. И я с моим аттестатом мог сдать только один экзамен. И даже у меня не было отличный аттестат, свет, свет, свет. Но с моим аттестатом я мог сдать один экзамен, и если я получал по нему пятерку, у меня зачисляли, а так вот на приборостроительную специальность, все четыре, пожалуйста, сдавай. Это плюшка такая, да, серьезная. В чем ты должен был до этого, подать документы сразу. То есть ты по такой схеме идешь или по такой. Но здесь же о чем речь идет. Задачи начальной школы дает средняя школа. Если нет задачи для средней школы, которой им должна высшая школа давать, то нет задачи для начальной школы. Да, да. Вы знаете, я помню хорошо вот эти замечательные методики, которые в начале 90-х получились. Но я помню, я открыл какой-то букварь или какой-то учебник для первого класса, где было написано «найди одинаковые по цвету картинки». А весь учебник был черно-белый. Или там были какая из этих звездочек красная, не все красные, например. То есть это вопрос редакторский еще плюс ко всему. То есть в издательстве «Просвещение» же были очень высокого уровня редактора. И готовили авторы, во-первых, с целеполаганием создания человека, творца. И во-вторых, с целеполаганием их сделать их лучше. Понимаете? Но потом это все вот инерция сталинского времени кончилась. И мы же видим с вами. Я это очень хорошо вижу по детской литературе, поскольку я этим вопросом занимался. Как ухудшается качество печати, не только качество картины, как вы помните, с вами обсуждали, что замечательно, мы понимаем, что эта художница замечательная, но она вдруг начала рисовать для взрослых и издавать детям. Понимаете? То есть, а здесь мы видим ухудшение качества печати. Уже у Гагарина синее лицо и так далее. Но это все из соображения экономии делается. И это делается не из соображения экономии. Это делается из соображения безответственности. А безответственность задается целеполаганием государства. Сверху. Да. И то же самое, пока у нас нет целеполагания государства, никто не даст реальной экономике, реальной промышленности это целеполагание. Кто в лес, кто под дрова. Берите книжку рассказа о великом плане, где он рассказывает до 30-го года. где Ильин рассказывает Блат Маршака, кстати, про которого мы вспоминали сегодня, потому что картинки и авторов... Авторы и картинки... Я являлся с автором буквально. Да. В любой детской книге есть два автора. Автор, который написал текст, и художник, который нарисовал. Но когда эти картинки бог знает какие, то и автору можно расслабиться. Я видел художников, которые плакали, когда получали свои книги из типографии. Потому что я видел, что они нарисовали, а потом... А то, что вышло в результате, да. Если вам будет интересно, я вам принесу, в следующий раз покажу. Я вам, может быть, расскажем об этом. Я видел людей, они просто... Человек вместо того, чтобы радоваться, что он получает свою книжку из типографии, да? Давайте поговорим про иллюстрации детских книжек вообще. Отдельно. Да, обязательно. Начали уже в рамках детской литературы об этом говорить, делали серию передач. Но интересны действительно иллюстрации. Тем более, что мы готовим нашу книгу к публикации. Это книга сборника стихов и рассказов детей, которые поучаствовали в нашем литературном конкурсе. Вот, откроем вам небольшую тайну, иллюстрируют этот сборник дети из Московской художественной школы. Я завтра забираю 10 картинок еще. Прекрасно, прекрасно. Вот, заодно мы с вами, в принципе, о иллюстрации книжных для детских книг также поговорим. Ну, что же, вы дали, по моему задумчивому взгляду, вы поняли, да, что вы дали большую пищу для размышлений. Какой букварь такое поколение? Да, да, да. Вы понимаете, мы же еще с вами можем про дошкольную литературу. Ведь проблема же в чем? Что в Советском Союзе еще издавались книги для чтения в детских садах, которые должны... И это были книги вот такого формата, которые были по листам сделаны, а не чтобы ребенок мог видеть эту картинку из любого места. Целиком, да, да, да. Это огромного формата иллюстрации. И чтобы воспитатель детского сада их прекрасному приучал. Вот, если вы подпишетесь на канал Родителей Москвы, вы не пропустите эту передачу тоже. Да, уважаемые зрители, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь нашим видео со своими друзьями, знакомыми, близкими и родными. Для того, чтобы вы узнавали о том, что наши новые выпуски выходят, вам нужно нажать на колокольчик, и тогда вы будете получать оповещение о новых передачах, в том числе с Алексеем Новицким. Что же, до новых встреч, всех вам благ, учитесь, смотрите нас, думайте и размышляйте. Всего доброго, будьте бдительны. Субтитры создавал DimaTorzok